Здравствуйте. Это введение, где будет рассказываться о двух важных проблемах. Во-первых, истощение приравных ресурсов, а во-вторых, как использование ресурсов может изменить основные биогихимические циклы Земли. Для начала стоит отметить, что сам по себе рост предусматривает использование все более и более существенных объемов ресурсов, и в конечном итоге в какой-то момент эти ресурсы могут истощиться. Сразу после Второй мировой войны все думали, что эти пределы практически безграничные, но постепенно начали понимать, что в ближайшем будущем, в относительно ближком будущем, эти пределы будут достигнуты. Одним из важнейших таких ресурсов являются ископаемые виды топлива, в частности нефть, и были сделаны прогнозы, чтобы представить себе, как будет дальше развиваться ситуация в будущем. Были подготовлены прогнозы, это видно на верхней кривой, где показано, какая будет эволюция у нефтедобычи. Видите здесь кривую в виде колокола. Сначала идет рост, а потом постепенно снижаются запасы нефти, но нефть это не есть на ограниченный ресурс. Есть еще и фосфаты, которые необходимы для удобрений, а значит от них зависит урожайность, а именно урожайность позволяет кормить планету. Тогда были также подготовлены прогнозы, которые показывают, что фосфаты могут истощиться в относительно близком будущем. Я говорил тут о невозобновляемых ресурсах, но то же самое относится и к возобновляемым ресурсам, если эти ресурсы будут потреблять быстрее, чем они смогут возобновляться. Ну это относится, например, к запасам рыбы, к рыболовецкому промыслу. Опять же, на правой кривой вы видите эволюцию рыболовецкого промысла, и эта кривая имеет свой пик, и этот пик был пройден в 70-е годы, а сейчас сокращается улов. Еще один важный ресурс – это биоразнообразие. Биоразнообразие, как видите, на этой кривой также претерпевает определенную эрозию и земные экосистемы, и морские экосистемы. И сейчас наблюдается шестое угасание в связи с тем, что наблюдается эрозия биоразнообразия очень быстро. А раз так, то нарушатся основные циклы. В частности, в результате сгорания ископаемых источников топлива будут выбрасываться огромные объемы СО2 в атмосферу. СО2 – это инертный газ, он будет накапливаться в атмосфере. Вот на этой кривой показана эволюция накопления СО2. Вы видите, что это накопление ведет полным ходом. С 50-х годов, когда было 280 тысяч на миллион, а сегодня более 400 тысяч частиц на миллион СО2 в атмосфере. Есть и другие компоненты, которые будут также изменяться. В частности, будет накапливаться метан, окислы, азота и другие компоненты и вещества. Возникает следующий вопрос. Как установить связь между тем, что выбрасывается в атмосферу и тем, что мы находим в атмосфере? Есть два источника выбросов СО2. Во-первых, это сгорание ископаемых видов топлива. Тут постоянно идет рост во времени. Другой источник – это землепользование, в частности, сведение лесов. Ну и в результате тот углерод, который накапливался в биомассе в виде СО2, сегодня уже не накапливается. А теперь посмотрим еще на одну кривую, где показана эволюция СО2 в атмосфере. Здесь можно констатировать следующее. Во-первых, эта эволюция имеет очень хаотический характер. Выбросы идут постоянно, а в атмосфере изменения происходят медленнее, чем сами выбросы. И лишь половину этих выбросов можно найти в атмосфере. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что на Земле есть две гигантские ловушки углерода. С одной стороны, это растительность, а с другой стороны – мировой океан. И эти две ловушки накапливают частично углерод, который выбрасывается примерно половину этого углерода. Но здесь существенное различие. В океанах улавливание углерода происходит постоянно и непрерывно. А вот улавливание углерода растительностью очень хаотично варьируется. И возникает вопрос, будет ли и дальше сохраняться эта биосферная ловушка ввиду изменения климата. Тут возникает важнейший вопрос. Если посмотреть на историю Земли, то можно видеть, что концентрация СО2 постоянно меняется со временем. Но здесь дело в том, что эти кривые показывают эволюцию атмосферного состава. Благодаря тем пузырькам воздуха, который удалось найти во льду, можно проследить историю на протяжении нескольких миллионов тысяч лет. И вот здесь можно видеть, какой была эволюция атмосферы за последние 200 тысяч лет. И если посмотреть теперь в масштабах геологии, то вы увидите три основных газа – СО2, окислы, азота и метан, и вы видите, что эта эволюция осуществляется очень быстро. То есть за долгий период времени система может адаптироваться, а если период времени короткий, то система просто не успевает адаптироваться. Почему я говорю об этих трех газах? Потому что эти газы относятся к категории парниковых газов. То есть они пропускают солнечные лучи, которые нагревают поверхность Земли и улавливают инфракрасное излучение. В результате возникает дополнительная энергия, радиационное воздействие. И на последнем рисунке показано это радиационное воздействие, которое очень резко возрастает. А в результате общая температура на Земле изменяется. Вы видите, какой была эволюция доиндустриальной эпохи, как менялась тогда температура и как она меняется сейчас. Практически на один градус повысилась температура. Кроме того, это расплеение неоднородно в пространственном плане. И гораздо быстрее растет температура на континенте, а не над Мировым океаном. В результате вы видите, что истощаются природные ресурсы. И эти природные сусы, которыми мы пользуемся, могут нарушить основные биохимические циклы Земли, а также и климат на Земле. А это может иметь последствия и для самих циклов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok